Алло! Алло! Привет! Привет! Смех сегодня был. Ну, мы сидим, у нас там радиостанция есть, и слушаем переговоры. Ага, переговоры? И там, да, и там говорят, ну, наши, типа, как там, зенитчики, готовность номер один, скоро прилетят в течение 10-15 минут два самолета. Ага. Следующее послание говорят. Они уже отработали по нам, улетели. Все, отбой. Они прилетали вообще, да? М? Прилетали, нет? Да, да. Как понять, по нам? Побомбили, что ли? Да, да. То, что зенитчикам только сказали, типа, готовности, а там уже хохлы прилетели, уже отработали и улетели. И улетели. Вот так. Опаздывает связь? Сейчас. Связь опаздывает. Саш, а напалом сказали, будет работать. Просто, наверное, нахрена он нужен-то, этот напалом. Что толкаться с него? Получил. Вот, фосфоровым толком нету. Фосфоры мы как хреначем. В скуках. Они как же вычи тараканы, да? Ну, фосфоры, кассеты. Вообще, плевать. Ясно. Зато ночью это очень красиво выглядит. Когда фосфоры... Ну, вас обстреливают, нет? Ну, каждый день. Вот, сволочи, хохлятская троги. Да уроды теперь. Нас давят они. Мы проигрываем пока. Ну, это у вас проигрывают. А там-то они выигрывают везде. Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле, тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут. Не скажут правду никогда. Мы проигрываем. Почему? Ну, давят нас, давят. Вот так вот. Сколько у вас осталось-то? Шиз да не шиша. Ну, ладно. Зачем так? Ну, сколько у нас первый батальон и мой третий батальон. У нас должно быть около, около 90 танков. А у нас осталось, знаешь, сколько? У нас осталось, ну, танков 14, наверное. Если все вместе взять за полк. Из полка САЛ-14 танков. А артиллерии у вас нет? Есть. Есть артиллерия? Да, но она настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи. Так что все грустно. Ну, почему пацанов привезли в Нару, в Наруфа-Минск, в Москву. Обучили два дня там на танках. Артиллеристов два дня. Так и за артиллерией сидеть. По два дня обучили и все отправили на передок. И они не могут попасть вообще. Просто не могут. Ну, просто это жесть вообще. Вот, видно. А то, смотри, что-то Путин сдох уже, по-моему. Чьи гервы закончились, чьи что-то уже, я так понял, воевать уже никто не хочет уже. А, а ничего и не хотел. Что по началу. По-моему, надо. Все уже, да, все сказали, вот эти, которые с февраля месяца уже скоро нахрен. Все поразбегутся и что вы с ними сделаете? Потому что у людей уже нет причин и возможностей нет. Ни желания у них. Да я за россиян говорю. Я вообще за россиян говорю. Да, россиян. Потому что они сливаются уже, я же говорю. Они вот на нас все повесили. Как что я говорю, хохлома и памятник поставить. Они развеяли миф о непобедимой российской армии. Они сливаются. Продолжение следует...